Уголовное дело против Константина Котова антиконституционно, уверенно собравшись 20 августа у Генеральной прокуратуры в Москве. Они передали ведомство обращение с требованием не утверждать обвинительное заключение следствия и наказать участников незаконного, по их мнению, преследования активиста. Константин Котов обвиняется в неоднократном нарушении закона о митингах, по так называемой Дадинской статье. Я знаю лично Константина Котова. Мы с ним вместе стояли в пикетах за обмен заключенными между Россией и Украиной бессрочных. Мы встречались на всех тех же акциях, за участие в которых его судят. Я видела, что акции проходили совершенно мирно. И кроме полиции никто никаких противоправных действий не совершал. Я, в принципе, выступаю против за отмену статьи 212. Я считаю ее неправомерной, неконституционной. Нет никаких аргументов, никаких оснований называть то, что происходило тогда массовыми беспорядками. И, соответственно, Константин Котов не принимал участия ни в каких массовых беспорядках. Он не прижигал никакие машины, не кидался ни в кого никакими шинами. Он просто был в числе тех людей, которые вышли выразить свою позицию. То есть это абсолютно мирная акция. Константина Котова сдержали 13 августа. Тогда же предъявили обвинение. Уже спустя два дня в правоохранительных органах заявили об окончании следственных действий, дав на ознакомление с четырьмя томами дела три дня. В главе движения «За права человека» Льву Пономареву такая скорость расследования напомнила методы работы сталинских расстрельных троек. Следствие по аналогичному делу у коломенского активиста Вячеслава Егорова, рассказывает правозащитник, длится более полугода. Во всей стране десятки тысяч штампуют административных дел, штрафы там или может быть сутки дают абсолютно в пустом месте, абсолютно незаконно. И поэтому массовые политические и административные репрессии давно введены в Россию. А они поняли, что вот так мягкой, тихой сапой можно сделать массовые, уже уголовные преследования. Константин Котов – гражданский активист и регулярный участник протестных акций. Свою вину он не признает и считает дело политически мотивированным. На заседании суда по мере пресечения он заявил, что его дело нужно для запугивания других протестующих. Поводом для начала уголовного дела стало его задержание на несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 10 августа. Защита Котова ссылается на постановление Конституционного суда, по которому привлекать за неоднократное нарушение закона о митингах можно только в случае угрозы общественному порядку. Правозащитный центр «Мемориал» 20 августа признал Котова политическим заключенным, потребовав прекратить уголовное дело. Иван Воронин, Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.